Представьте себе, что у нас есть реальный круг. Я когда на него смотрю, то есть понятие направления вращения. Например, я могу смотреть на каждый край и посмотреть у нее направление вращения против часовой стрелы. Есть такое направление? Отлично. Давайте посмотрим, что происходит. Вот здесь направление вращения против часовой стрелы. Отлично. Здесь против часовой стрелы. С той стороны я захожу, то же самое. У меня будет направление вращения против часовой стрелки. Отлично. Вот эту грань кладу и направление вращения против часовой стрелки. Здесь с той стороны идет и направление вращения будет против часовой стрелки. Чтобы не мучиться, обратите внимание на какая-то штука. Когда я иду здесь в отстрелке и когда я иду здесь в отстрелке, то они идут против часовой стрелки. Вот здесь я иду так, а здесь я иду навстречу. Здесь я иду так. Сейчас я включаю. Здесь я иду так. То есть я иду снизу вверх, а здесь я иду сверху. Отлично. Здесь я иду справа налево. Соответственно здесь я что должен идти? Слева направо. Отлично. Все. Из тех отставим. Ребята, а дальше давайте сделаем так. В середине каждого отрезочка я возьму полуокружность. И возьму я это везде. И ориентирую именно так, как у меня нарисованы. И здесь тоже самое. Смотрите, я иду, когда иду вращаюсь, то здесь у меня будут такие полуокружности. Разумеется, я к синим радиусам возьму одинаковых. Идея понятна? Отлично. А теперь посмотрите, пожалуйста, что произошло с этим квадратиком. У него в этих двух кристалях внутрь, да, то есть отрезали от него эти кусочки. А здесь зато их добавили. И так произошло со всеми квадратами. Здесь нет способов, как самому страте рисовать и вспомнить. А ребята просто увидим. Или еще лучше склеить куб и увидеть, как это будет на кубе. То есть эта задача имеет решение такое вот еще идейное. Есть вращение всех граней. То есть когда вы крутите куб в руках и все время на него смотрите, и везде будете одинаково закручивать, рисовать такие вот направления. Ну, например, против часовой стрелки. Или может было бы везде, но тогда только везде. Полчасовой стрелки. Это не так важно. Лишь бы везде одинаково, да? И как вы так сделаете, как только вы так сделаете, вы после этого везде в одну и ту же сторону одинаковые фигурки, ну, для простоты окружности одного радиуса, вырежете. И получается, что у нас от каждого квадрата две окружности отняли, а две добавили. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь игрушку, основанную на этой идее, видели или нет? Нет. Вы не видели, а зря? Очень многие видели. Вы просто сейчас не опознали ее. Да? Нет. Кубик Робик – это слишком умная, слишком сложная игрушка. Есть полегче. Может быть, знаете, пазлы, когда берут какую-нибудь картину и разрезают ее на кусочки и просят из этих кусочков сложить ее назад. Вспомните, пожалуйста, как эти штуки между собой соединены. У одной есть какая-нибудь штучка выдающейся, а у другой. А вы не понимаете, что, например, то же самое? Я здесь мог не обязательно окружность, я мог из какой-нибудь похитрее куклу вырезать. Но лишь бы везде одно и то. И тогда они замечательно будут входить. Вспомните, это детская игрушка – пазл. Поняли идею? Не вспомнили? Не вспомнили? Ну, бывают такие. Бывают на большое количество – чтение. Бывают на небольшое. И не забыли платить на парню.